Друзья, здравствуйте! Продолжаем рубрику «Ответы на вопросы», который вы задаете в нашем YouTube-канале и в Instagram. Добрый день, Сергей! Подскажите, самый экономный вариант устройства стены гидроизоляции пруда в песочном грунте. Пруд около 50 метров квадратных по зеркалу, глубина 3 метра, на дно залил бетон порядка 20 сантиметров, остатки от фундамента дома. Думаю, что стены из кирпича с последующей гидроизоляцией, обмазочной, двухкомпонентной. Не будут ли дешевле пленки ПВХ? Не думаю. Дмитрий Петров, как построить пруд на песке без пленки? Это у нас два вопроса, примерно схожих. И отвечаем на первый вопрос. У нас песчаный грунт, соответственно, очень... Вот у нас чаша, песчаный грунт. Соответственно, мы воду налить так не можем. Очень высокая фильтрация воды в грунты. Мы наливаем воду, вся вода уходит. Подписчик залил вот здесь бетон. Спрашивают, можно ли выстелить кирпичные стены. Ну, скажем, профиль, наверное, не такой сейчас. Профиль все-таки так, вот так, вот так, да? И у нас вот здесь плита бетонная. Можно ли выстелить кирпичом? Чем кирпич не очень хорош? Все-таки очень много швов, плюс глина, она насыщается водой, разрушается. Это все-таки, наверное, не клинкерный кирпич. И долговечность из-за этого не очень высокая. Но здесь нужен дренаж обязательно, чтобы сбить давление воды и пучинистость. Здесь нужно песком все отсыпать. Здесь песочек, дренаж или щебенка, чтобы наша вот эта стенка не завалилась. Потом штукатурка и гидроизоляция. Штукатурка тоже может отвалиться. Иногда делают блоки, бетонные блоки. Штукатурят, как в бассейн, но потом пленку клеят, кстати. Потому что если оставить штукатурки, даже загидроизолируем, ну, может бухтеть, отваливаться, все-таки, когда пленка уходит, понадежнее. Если бы это была технология бассейна, где мы целиком по плите заводим пленку, особенно если пленка идет таким образом. Вот она у нас. Вот так, вот так, в мелководье. И здесь выходит. И вода вот выше. Здесь опять у нас стена кирпичная, пленка, пленка. И вот здесь ушла. У нас здесь не промерзает. У нас пленка давит, все держит. Это другая история. Пленка примыкает к нашей штукатурке. Можно даже ее не гидроизолировать. Лучше там добавить, конечно, материалы. Или же залить вот это все бетоном. Привязаться к плите, залить бетонные стены. Вот такая история работает. Но с пленкой, так понимаю, это дорого. Двухкомпонентные истории вот в этих местах будут разрываться. На границе земля-бетон. То есть здесь нужно уплотнять. Желательно мешки с песком. Чтобы здесь не проседало и не рвало. Вот в эти все узлы. Это, конечно, понадежнее история. Но это дорого. И мы сказали о том, что в этих частях, если у вас двухкомпонентная мастика, будет разрываться. Политана мастика – это не очень хороший материал. Точнее, еще более-менее материал. Хотя мы рекомендуем его не использовать. Но остальные материалы, латок на основе каких-то новых связующих, мы их не тестировали. Есть какие-то краски. Мы, в общем, против всего этого. А если у вас это кирпичная стена, то это будет недолговечная история. Все-таки кирпич водонасыщается, все это отваливается. И это все недешево и недолговечно. И в идеале, конечно, уйти от кирпича полностью и постелить пленку. Пускай у вас будет вот эта плита. Ничего страшного. Мы плиту оставляем. По плите мы стелим сперва геополотно «Дорнит». Зашиваем. Здесь укрепляем. Закапываем в анкерную траншею. Потом у вас идет гидроизоляция. Полимерная пленка. В идеале бутылка учеб. Но если это дорого, то ПВХ мембрана. Но ее сложно клеить. И самое доступное на сегодняшний день – это винилит. Десять лет назад винилит был не очень хорошего качества. И мы его сейчас встречаем. Он пузырями идет. Но мне пишут многие, говорят, что, знаете, я три года назад построил. Хорошо себя ведет пруд. Но так как были у нас первые проблемы с винилитом. И он что-то выделяет в воду. Если у вас есть деньги, все-таки подороже пленку берите. Но если у вас все ограничения, по бюджету винилит 250 рублей, это доступно. Берите 1,2 мм, пошире ее, потолще его. И мойте каждый год пруд. Смывая, сливаете воду, меняете ее по весне. В конце мая, начале июня. Подождите, пока грунты подсохнут. Если он что-то даже выделяет, воду выкачаете. И по винилиту обязательно пригружающий слой камней. И закрываем его от ультрафиолета. Он очень хорошо клеится. Им очень удобно работать. Прямо спиртом помазали, приклеили. Это единый шов получается. Особенно на спирту. Если он свеженький, он спирт очень хорошо его растворяет. Приклеивает очень качественно. И если винилит на обогреваемой стороне солнца, все-таки не стелите его днем. Потому что он нагревается и немного плывет. И не закапывайте его, пока не нальете водой. Потому что он сжимается. Если пруд небольшой, 50 метров, друзья, есть ПВХ-мембрана БУ 15 на 9. Она закроет ваш 50-метровый пруд целиком. Цельным куском. Если у вас есть перфорация. Предположим, вот у вас дырочка. Вы заклеили одной латкой 5 на 5 сантиметров. Не оставляйте юбочку, проклеивайте плотно. Ну, сделайте сверху еще одну латку 20 на 20. И у вас разрыв точно проклеится. Двумя латками. Если у вас разрыв, ну, одну латочку ставите. Проклеивайте без юбочки. Целиком приклеите аккуратно. Хорошо очень промажьте герметиком или клеем. Так, чтобы богато было здесь. И второй слой еще сверху. Сделайте с клеем два слоя. И у вас будут надежные швы. Двойные. С ПВХ нужно научиться работать, друзья. Это не каучук. Клеится сложновато. Надо хороший клей. Но, если винилит, то моем каждый год. И с винилитом аккуратно работаем. И тогда, если на песке мы оставляем плиту, делаем по технологии то, что мы описываем. Посмотрите наши ролики. Дорнит, сшиваем, пленку, укладку камней. Сейчас я затрагивать не буду. У нас много роликов на эту тему. Посмотрите, друзья. И приглашаем к нам в онлайн-школу. Кто хочет это поглубже изучить и продавать. Зарабатывать на этом. Настроивание обучения. Водоемов.онлайн. Заходите, оставляйте запрос. Мы вам перезвоним, расскажем. Если был полезен ролик, оставьте, пожалуйста, сообщение, что это было полезно. Если полезен канал, проходите. Пройдите по каналу, по нескольким роликам. Напишите просто. Пишу в поддержку данного канала. Это нас будет двигать вперед. Заранее вас благодарю. Строим проды правильно. И я традиционно желаю всем добра.